Трансформеры и My Little Pony Ну а что там, вы сейчас и узнаете. Всего 4 выпуска, кстати. Действие кроссовера начинается с того, что Королева Кризалис, которая лично мне всегда напоминала Королеву Клинков из Старкрафта, пытается разрушить границу между мирами, чтобы привести в свой мир Чейндж Рингов из других миров. Ну а по канону ей это нужно, чтобы захладить власть в Эквестрии. Для чего ей это нужно? Всё просто. Она питается любовью. Это этакая пища для неё. А в Эквестрии её много. Очень много. Прям пиздец. Далее действие переносится на Кибертрон, родную планету Трансформеров. Во время битвы между Автоботами и Десептиконами, всех внезапно перенесло в другое измерение. Кроме Гриммака. Кризалис переносит Трансформеров в мир по ней. И к этому моменту прилетает принцесса Твайлайт. Она спрашивает. Чумба, ты совсем ёбнутый? После чего Твайлайт летит спасать шкуры Бамблби и Оптимуса. Которые падают на землю. А тем временем у Мегатрона и Кризалис состоялся диалог. Что вы такое? И чем вы можете быть мне полезны? Как забавно. Я собирался спросить то же самое. Действие снова переносится на падающих ботов, которых Твайлайт благополучно спасает. Что ж, я принцесса Твайлайт Спаркл. А я Оптимус Прайм. Благодарю за помощь нам. Добро пожаловать. Но, эм, откуда вы? Я прочитала все тома по истории магии. Но там не было упоминания о ком-то вроде бы вас. Ну, мы с планеты Кибертрон. Но мы стараемся вливаться в общество, чтобы никого не напугать. Это поможет? Вау! Ну, не особо. Но здесь практически никто не судил бы вас за ваши с нами различия. Что касается вашей трансформационной магии, то я понимаю, почему Чейндж Линги призвали вас. Хотя они, должны быть, были разочарованы, когда знали, что ваш фит дружелюбен. Наши способности – это не магия, а принцесса. И, к сожалению, не все из нас последуют мирные цели. Во второй части этого выпуска действия переносятся к Старскриму и к Поне, среди которых – Рарити. Вторые наряжают скандалиста, потому что он в будущем собирается провозгласить себя лидером Десиптиконов и покорить этот жалкий мирок. Конечно! Как вдруг на помощь приезжает Арси, которая спасает маленьких пони, а Старскрим, в свою очередь, дал дёру. Вы в порядке, мой маленький пони? Да-да, спасибо за помощь! С удовольствием! Позволь мне убрать этот беспорядок! Это вовсе не обязательно! Я настаиваю! Боюсь, я не очень ловка в ремонте, особенно в вашем стиле архитектуры. По крайней мере, все повреждения скорее поверхностные, ни крупных пожаров, ни жертв. Извини, я видела множество битв, поэтому я первым делом оцениваю нанесённый ущерб. Пожалуй, начнём сначала. Я Арси, автобот. А ты? Довольно растерянно, если честно. Ха-ха! Ох! Оу! Ну я продолжу. Моё имя Рарити. Спасибо вам огромное за спасение меня, не говоря уже о моём магазине и этом квартале. Я только рада. Это то, что делают автоботы. Простите моё невежество, но что значит автобот? Проще говоря, мы защитники. Мы пришли из далёкого мира, который называется Кибертрон. Я не эксперт, но быть может, мы даже из другого измерения. А-а-а! Всё так просто? Я так понимаю, ты швея. Модный дизайнер вообще-то. Это третье место, в котором я имела удовольствие открываться и работать. Впечатляет. Едва ли сравняюсь с тобой, дорогуша. Ты примчалась к нам на помощь с яростью шторма. Ты изменила форму прямо перед моими глазами и прогнала того хулигана без особых усилий. И после столь ослепительной демонстрации боевой отваги, ты моментально стала мягкой и деликатной. Ты в хорошем смысле удивительная. Я и не задумывалась об этом. Я просто не могу стоять и смотреть на безоружных в опасности. И мои друзья, важно отметить, тоже. Ради них я бы свернула горы. В этом смысле мы родственные души. Не хочу хвастаться, но на мою долю тоже выпало немало невзгод и приключений. Да? Перечислишь? Дорогуша, даже не знаю, хватит ли в сутках часов. От алмазных псов до гидр, от деспотичных завоевателей до полубогов. Вот это да. И ты столкнулась со всем этим? Да, но не без помощи моих дорогих подруг. Без них я бы проиграла. И впрямь родная душа. И тут Старским вместе с Тандартрекером и Скайворпом возвращаются и нападают на нашу героиню. Террити при помощи магии создает щит, чтобы защитить Арсия, который Сикеры не могут пробить. Тандартрекера подстреливают, а последних двоих Сикеров сбивают при помощи плаща. На этом первый выпуск заканчивается, а мы переходим ко второму. Второй выпуск начинается со Спайка, который попал на Ковчег. Спросите, как он сюда попал? Я не знаю. Скорее всего, после того, как Кризалис перенесла многих трансформеров в свой мир, каким-то образом Спайк попал на Кибертрон аналогичным образом. Хотя, судя по рельефу планеты, это Земля. В общем, тут явная сюжетная дыра. Судя по дальнейшим сценам, Спайк и Греймлок, который остался в своем мире, напоминаю, уже знакомы. Сцену их знакомства нам не продемонстрировали, а в показанном Греймлок объясняет, куда делись остальные автоботы. А где остальные автоботы? На других заданиях. Это нормально. Греймлока достаточно, чтобы защитить Ковчег. А если его атакуют? Тогда Греймлок защитит базу. Должно быть классно быть таким уверенным в себе. И тут прозвучал сигнал тревоги. Как оказалось, в мире трансформеров остался не один Греймлок, но и конструктиконы. А что это? Датчик движения. Оу, и что там движется? Конструктиконы. Конструкт иконы, да? Это роботы-строители? Хорошие роботы? Нет. Они десептиконы. Плохие роботы. И Греймлок сокрушит их всех. Так круто. Начинается Махач, в ходе которого Греймлок сначала побеждал, но потом десептиконы объединились в Девастатора. И начали ломать Греймлока. Кажется, я знаю, какой у Греймлока самый нелюбимый уровень в игре Transformers Devastation. Спайк побежал помогать Греймлоку. Быстро изучив кибертонский язык, он активировал двигатели Ковчега, которые смогли моментально дать жару конструктиконом. Буквально в смысле. Десептиконы отступили, а у Греймлока и Спайка состоялся диалог. Ах, сестры, это было громко. Ты в порядке? Греймлок креп, а Спайк могучий воин. Оу. Я не сделал ничего особенного. А ты сражался с шестерями сразу. И с гигантом. Я бы и шести секунд не продержался. Я всего лишь быстро читал и нажимал на кнопки. Спайк не прав. Спайк сделал даже больше, чем Греймлок. Ча? Спайк быстро выучил новый язык и операционную систему Ковчега. Спайк придумал использовать неисправные двигатели как пушку. Спайк использует местоимения. Спайк умен и изобретателен. Спайк продолжит расти. И будет еще больше, еще умнее. Греймлок всегда будет Греймлоком. Спайк полон потенциала. Будь горд с маленький Спайк. Греймлок вдохновлен Спайком. Спайк продолжит расти. Хорошо? Спайк? Он назвал меня... Меня... Вдохновляющим. Во второй части второго выпуска Пинки Пай проводит кулинарное шоу вместе с автободкой по имени Кейджа. Через пару страниц шоу обрывает шоквейп, что шокирует зрителей. Он это сделал, чтобы получить топливо для... Десептиконов. Испаней. Да, тут так и написано, я это не придумал. В конечном итоге ему дали пиздюлей при помощи сковородок, а кулинарное шоу было спасено. Следующий выпуск. Предпоследний выпуск начинается с счастья, в которой на лужайку Флаттершай во время чайпитии с Дискордом какого-то хрена прибывает Саундвейв. Саундвейв Мегатрону. Земли чужаков найдены. Предварительные данные нелогичны. После того, как Саундвейв выпустил своих кассетников, Флаттершай прилетает к ним со словами о том, что ей приятно встретить другого любителя животных. Ну, типа, го дружить. Привет, друг мой. Меня зовут Флаттершай. И я очень рада встрече дорогому любительному животных. Ну, я... ну, я признаюсь, что мои друзья вели себя тревожно. А мы никогда не видели таких существ, как вы. Но, разумеется, мы всем рады в эксцезастре. И я всегда рада завести новых друзей. Хотя, лично на мой взгляд, когда на твой участок прилетает какая-то невидимая херня, ты должен реагировать примерно следующим образом. Разойдись, свинопасы, или господин ведьмак, вам таких пиздюлей отвесит, вовек не забудете. В принципе, на этом выпуск мог бы и закончиться, но нет. Далее выходит Дискорд. Саундвейв, оценив высокий уровень угрозы от этого молодого человека, начал его атаковать. Цель захвачена. Ха, пони вечно настаивают на то, что нельзя сутить существа их внешности. Но я-то всех рыбаков наизусть выучил. Я не об этом, но я всегда с волновом, когда обстановка меняется. Шизоид обнаружен. Вижу, твои крошечные компаньоны весьма разнообразны. Поэтому, если я действительно хочу понять тебя, побыть в твоей шкуре, мне следует попробовать парочку альтернативных режимов. Пони шизоидность или будешь деактивирован. Ну и потасовка продолжается до тех пор, пока Флаттершай во время разговора с кассетниками не замечает, что у Рэвиджа поврежден нос. Ой-ой, твой нос несчастное создание. У тебя бобо на носике. Эй, у нас не бывает бобо. Это боевые шрамы. Что ж, я уверена, что пони вичат не хотят. Да-да, прибереги это для мирных переговоров. К счастью для вас, у меня всегда есть бобокрем. Ты издеваешься? Эй, лимонка! Назад! 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 Я пыталась быть милой. Я пыталась быть гостеприимной. Но, быть может, ты просто один из задер, который думает, что за грубость их будут уважать. Эй, не подходите! Тупицы, вас что, заклинило? По опыту Флаттершай, только настоящая забота о ком-то заставит его пойти за тобой. И спешу тебя огорчить, Флаттершай чрезвычайно заботливая. Лейзербиг, Фрэнси, Рэдбэт, Рэвэдж, на защиту! Слышали? А ну не лезь на меня! Мы должны ободрать хвосты этим паршивым дворнягам! Бросьте! Неужели плохое настроение испортит столь чудесную дружбу? Бред же! Он сказал дружба? Вот что тебя заботит! Бесспорно, дружба превосходна! Я полностью согласна! Ох, сестрички, вот видите, если это так, то мы можем начать всё сначала и стать друзьями! Мы не будем драться, и ты не будешь никого пугать! Иначе я вас превращу в маленьких пони! Эй! Эм! Сорян, что я был с тобой грубоват! Друзья? И на этом первая часть третьего выпуска заканчивается. Погнали дальше! Во второй части действие переносится на воздушные соревнования, участие в которых приняли Винблейд и Рейнбол Дэш. Они соревновались на равных, как вдруг на соревнованиях явились десять иконы, которыми командует Мисс Файер. Ну а припёрлись они сюда, чтобы самоутвердиться? Как вы смогли уже догадаться, негодяев проучили. Ну и у Радуки с Винблейд по итогу ничья. Финал начинается с того, что инсектиконы пожирают урожай Эпплджек. Она изо всех сил старалась отбить его у паразитов, но, к сожалению, безуспешно. Когда она читала способы для борьбы с ними, внезапно появился Дискорд. Он, в свою очередь, с косплея фильм «Мстители. Финал» призвал всех её родственников, и те помогли дать леща инсектиконам. Ну а теперь, самый финал. Началась битва за Эквестрию. Наши требования просты. Отдай все магические предметы в пределах стен твоего замка, и пронаблюдай, как мы расплавим их все в усиленной магии Энергон. И, конечно же, когда Эквестрия лишится своей сильнейшей магии, ты сможешь отдать всё оставшееся мне! Может, ты и не одна, Кризалис, но ты забываешь о той, у кого есть настоящие друзья. В ту же минуту вырываются автоботы и пони, и начинается финальная битва. В ходе битвы вновь активируется портал, из которого выходят Спайк и Гримлок. А под эпичнейший финал, Оптимус Прайм и Твайлайт используют Матрицу Лидерства и Магию Дружбы, чтобы изгнать десептиконов из мира по ней. Что у них успешно получается? Автоботы прощаются с новыми друзьями. На чём и заканчивается данное произведение. Оставляя намёк на продолжение. Которое, кстати говоря, уже анонсировали. Которое, кстати говоря, уже выходит. Да. Ну, вот такой весьма странный, смешной и даже самоироничный кроссовер получился. Почему самоироничный? Да потому что, когда в самом начале произведения тебе пихают стёк на тему того, что кроссоверы бывают порой очень-очень странные, действия кроссовера, которые непонятно в каком промежутке времени вообще происходят, это действительно забавно и самоиронично. Рисовка, на мой взгляд, довольно неплохая, но иногда она вызывает у меня вопросы определённые из-за странных лиц персонажей, в особенности трансформеров. Впрочем, вы, наверное, сами всё уже видели, так что мне тут добавили больше нечего. Ну а что мне больше всего понравилось, так это взаимодействие между персонажами. Это очень классно выглядит. Ну и отсылки. Отсылки меня очень сильно порадовали. Чего стоит Спайк в костюме Спайка? В общем-то, это довольно классный кроссовер, хоть и не без косяков. И если вы хотите с ним самостоятельно ознакомиться, то вы однозначно не пожалеете. А на этом всё. Ах да, чуть не забыл. Спасибо вот этим людям за помощь в создании этого ролика, и также не забудьте послушать аудиокнигу, которая в данный момент сейчас находится в озвучке. А на этом теперь точно всё. Спасибо.